Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребята, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Посмотрела я пару видосов пиратов. Вы знаете, ну ничего не меняется, абсолютно ничего не меняется. И мне даже в комментах написали, да, что якобы Нинка и Вовчик собираются куда-то на отдых. И это, возможно, Турция. Но до последнего Нинка сдерживается, чтобы не проболтаться. Ну какие-то там махинации с картами я, если честно, возможно, просто была невнимательная и что-то не усмотрела. Значит, что у нас в роликах нового? Вовчик там достал какую-то заначку, каких-то 7 долларов и какие-то российские деньги, да. И решила Нинка и эти деньги у него вытащить. Якобы пошли они в магазин, не знаю, за деньги Вовчика или за Нинкины. Но, ребят, это настолько смешно выглядит. Слушайте, смотришь на эту парочку, да, и вот понимаешь, что там, ну, никак не семейная пара. Там никак они не выглядят как муж и жена, которые любят друг друга. Там мама и сыночек. И, вы знаете, я даже вот задумываюсь над тем, что Вовчику вот Нинка, она как женщина, она противна. Возможно, даже ему где-то и нравится какая-то, да, другая совершенно. Возможно, даже та, которая на крутом моцике каталась. Помните, к которой Нинка приревновала, что он там что-то оплачивал. Но я вам скажу, так как он маменькин сыночек, ему невыгодна такая любовь. Ему выгодно сидеть под жопой Нины. И, знаете, ну, это, конечно же, позорно. Это, конечно, ужасно, что муж, да, как глава семьи, да, сидит под задницей жены, которая, да, водит его по магазинам и даже не позволяет купить конфетки, которые такие вкусные, такие вкусные, как они попёрлись, да, в видосе, как обычно, в магазин, да. И Вовчик показывал, какие же есть вкусные конфетки, да. Но вот конфетки Нинка эти не купила, купила какие-то другие, строго там у них всё разделено на двоих, чтобы никому не было больше. И вот это такое позорище, ребят. Таскается, весь изведёт себя, как, знаете, как вот ребёнок из детского сада, и так, и так. Они такие вкусные, эти конфетки то вкусные. Все разговоры, все мысли только о жрачке, больше ни о чём. И вот Нина всё время вот таскается, да, в одной какой-то жилетке. Это толстовка на ней какая-то, да, которую она будет носить, не снимая просто бесконечно, как ту тельняшку, помните? И вот она рассказывает, ой, не будет денег, начну торговать постельным. Я вот думаю, вот зарабатывали же до санкций неплохо. Ведь всё в унитаз, всё в унитаз, на жрачку и в унитаз. И она даже не могла позволить себе купить какие-то нормальные шмотки. Шмотки, кроме Василька, я не видела, чтобы у неё шмотки какие-то были нормальные, интересные, красивые, нарядные. Какие-то только Васильковские, да, вот эти ширпотреб. Больше назвать никак невозможно. С купальниками, ребят, я видео тоже смотрела. Ну, она сама себя выставляет на посмешище. Что здесь скажешь, ребят? Вот нормальная женщина, которая уважает себя, уважает своего мужа. Ну, точно такие видеоролики выкладывать не будет. Ну, а здесь всё налицо, ребят. Всё налицо. Что там говорить? Даже говорить нечего. Нравится ей торговать своим телом безобразным, пускай торгует. Нравится ей торговать своим мужем, да, и позорить, выставлять его на весь белый свет в таком виде позорном. Ну, собственно, она позорится таким мужем и сама. Ну, пусть выставляет, ребят. Чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Неохота работать способна на всё ради халявы, да. Значит, сходили, как обычно, кофей попили. Так хотели курочки, так хотели курочки. Но, видать, пожалели денег, что решили купить свининки и нажарить её, и восхищаться этой свининкой пол-видеоролика, размышлять там, какие визы, насколько, куда даются, какие, где праздники проходят, вспоминать из этих праздников, сколько стоит пиво, какая там вкусная еда была. Короче, у них всё сводится, там пиво, еда, и больше никакого интересного смысла в жизни нет. Ну, что здесь скажешь, ребят? Что здесь скажешь, фантазии у них нет, всё одно и то же. И даже названия в видеороликах уже, знаете, не напрягают. Так что вот прочитал, как Нинка, типа, ой, скандал там она в поликлинике устроила, да, типа, это уже, ой, неужели? Ну, знаете, я уже вообще сейчас вот совершенно не отреагировала, когда она говорит, что нашла, типа, нашла у Вовчика там заначку, и прям такие в шоке она. Что там за заначка, 7 долларов заначка или там та тысяча, да? Ну, блин, смешно, заначка, и у мужика, у твоего мужа заначка, у мужа должны быть всегда деньги в кармане, на карточке, в портмоне, без разницы. Потому что нормальный муж, он будет зарабатывать деньги, да, и наоборот, давать столько, сколько хочет жена, сколько нужно. И вот это, да, есть чем гордиться. А тут она у мужа заначку нашла, в шоке, якобы все вытрясла, дава сюда, никаких заначек у тебя быть не может, конфеты тебе такие не положены, да. Посчитала за 7 долларов, сколько там сарделек выйдет Вовчику, и сколько он будет есть эти сардельки. Фу, какая мерзость, ребят, какой позор. Просто, вот знаете, смотришь и думаешь, неужели люди могут так низко опускаться до такого, что вот выставлять себя на такое посмешище. Можно было бы сказать, что там постанова. Ребят, ну какая постанова мы с вами видим? Чё там постановы? Какие они есть, такие и есть. Оба такие же. Шо Вован, шо она одинаковые. Все одичавшие от людей, да, которые никогда в жизни, походу, не имели никаких друзей, подруг. И вот они подстать друг другу. Я говорю, что нелюдимые. Что Вовик, что Нинка, и им вместе хорошо. Им нормально. Этот привык под юбкой мамки жить. Сейчас под юбкой Нинки живет. Хорошо, работать не надо, пожрать и есть. Ну, как детенок будет ходить, ныть за ней, клянчить, то купить, то купить, покривляться перед ней. Знаете, вот как ребенок в детском сабду. И это ей тоже нравится. Ей нравится это, что мужик у нее под юбкой, у нее под каблуком. Захотела, купила, захотела, накормила. Ей так удобно. А вот дайте ей нормального мужчину, который будет, знаете, вот как глава семьи, зарабатывать деньги и выделять ей какую-то частичку ей. И ей выпрашивать у мужа там на блузочку, там на кофточку, на котлетку, на мясо. Но это будет ей никак не гоже. Потому что она уже так привыкла. Ей так хорошо. Ей так удобно. Поэтому, ребят, ну я тут уже совсем ничему не удивляюсь. Даже их таким шокирующим названием, даже этим им пустым, бесполезным видосом, хайповым даже, где она там пляшет в этих купальниках. Кстати, я заметила в видео с купальниками, походу, знаете, вот Минка тоже словила такую фишку, что и сафарик, да, где-то тоже, походу, сжимает себя. Потому что, ну, слушайте, 120 килограмм, сколько она весит, то она должна гораздо шире быть, нежели она сейчас. Вот когда она где-то выходит, там, в магазин там стоит, видно, ее все эти пояса жировые, все это вот конкретно видно, а уже в купальниках, где она позировала, видимо уже как сафарик ставит фильтры. Нина, заметно, заметно, потому что мы знаем, какая ты есть. Не занимайся дурью такой, как занимается сафар, просто издевается над Олей. Не знаю, вам показалось или нет, ну, мне, возможно, и показалось, знаете, пересмотрев Уралочку и всю эту дребедень, но все равно, мне кажется, вот все-таки вот в купальниках, где она там стояла, да, позировала, ну, скажу прямо, да, без всяких там этих, ну, как дурочка, вот реально, как дурочка нормальная женщина эти купальники бы не трясла на весь белый свет на себе. Ну, покажи, показала там ты эти труселя и этот лифт, и ладно, но нет на себе, это уже выше моего понимания, потому что я считаю, что только ненормальные люди будут таким заниматься. Только люди, которые потеряли уже всякий стыд, всякую совесть, и уже дошли до того, что ради денег выставлять полностью всю свою грязную, чистую одежду, на весь белый свет выставлять себя на позор, это уже низость, это уже ниже просто некуда. Поэтому, ребят, как-то так напишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Сразу хочу напомнить, что это лично мое мнение, я его никому не навязываю, каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, и, как всегда, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, ну а я вас обнимаю, всем пока-пока.